В день памяти святителя Иоанна Златоуста в селе Ивановка Саратовской митрополии произошло долгожданное событие. Совершены чин положения антиминца и первая божественная литургия в восстановленном храме святителя Иоанна Златоуста. Подробнее об истории церкви в сюжете наших коллег. Этим морозным утром на службу спешили не только десятки жителей Ивановки. На первую божественную литургию приехали гости из соседних сел Саратова и даже из Москвы. Мне дорогое это место, потому что здесь родился мой папа, который собирал историю этого села. И он очень настолько вообще преданно любил эти края. Папочкин дедушка, он служил в этом храме. И когда я пришла и увидела этот разрушенный храм, это просто вообще крик души. Когда наш владыка, митрополит Саратовский Вольский Лонгин в 2012 году дал благословение создать здесь, в этом селе, подворье нашего монастыря. Монастырь сам в Алексеевке. Это уже район Базарной Карабулакского, Святосергиевский женский монастырь. В тот год, ну вот собственно вы можете видеть, что было с храмом. То есть храм был в руинированном состоянии и он возводился практически почти с нуля. История этого храма богата и сложна, впрочем, как и история многих российских церквей. А построен он был более 100 лет назад силами жителей села. В 19 веке это село было достаточно большим, но бедным. То есть полторы тысячи жителей где-то жили и храм старый, то есть вот этот, который в 1822 году был построен, он строился именно на деньги прихожан, то есть жителей, всем миром собирали. То есть помещик немного помогал, но в основном это были деньги народные. И в 21 веке, то есть вот когда сейчас был восстановлен этот храм, тоже похожая ситуация. Да, у нас были некоторые благодетели, то есть организации, которые помогали, но в основном это деньги именно народные. В 30-е годы, в период борьбы власти церковью, храм был закрыт. Открылся он вновь во время войны. В 1944 году здесь снова разрешили проводить богослужения. И до 61-го года он был единственным на несколько районов работающим храмом. А затем в период хрущевских гонений был разрушен. Стены его разбирали и из кирпичей строили плотину через близлежащий пруд. Храм погибал. Тогда казалось, что окончательно. Я очень хотел, чтобы в нашей деревне церковь была восстановлена. С радостью вся Ивановка и я все участвовали в восстановлении церкви. И мы тоже собирали деньги, несмотря на то, что там кто-то живет в Санкт-Петербурге, кто-то в Москве, в Твери. Когда обновленный храм открылся, Владимир Михайлович и друзьями детства решили подарить ему большую икону. Стали искать и неожиданно нашли изображение Иоанна Златоуста, по их предположениям, принадлежавшее именно этому храму. Когда в 30-е годы храм закрыли, иконы отсюда вывезли в соседнее село и хранили в деревянной церкви, пока однажды там не случился пожар. На вековской церковь горела. Там начали икону выбрасывать, а местные опять подбирали, уже обожженные. И эта икона, которую мы нашли, которая больше века, Иоанна Златоуста, она тоже обгоревшая. Первая за много лет божественная литургия снова наполнила жизнью стены воссозданного храма. По ее окончании был совершен молебен святителю Иоанну Златоусту. Первое богослужение восстановленной сельской церкви закончилось. И хочется надеяться, что с него начнется полноценная приходская жизнь села Ивановка. Продолжение следует...